Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Юрий Николаевич! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре Директ Академии. И, как всегда, перед тем, как передать слово нашему спикеру, несколько общих слов по поводу того, как вам принять участие в работе Директ Академии. В самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание вебинаров Директ Академии. И это расписание интерактивное. В нем вы можете зарегистрироваться на любой вебинар до июня месяца текущего года. А также посмотреть записи всех предыдущих вебинаров. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, где мы публикуем записи всех наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже уже ведется, и он будет опубликован на этом канале, ну, ориентировочно в конце этой недели. И еще, как всегда, я хотел бы вам проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Прямо в чате я размещаю две ссылки еще. Завтрашний вебинар – это будет мой вебинар из разряда продуктовых вебинаров компании Директ Медиа. Посвящен он работе преподавателя в университетской библиотеке онлайн в электронной библиотечной системе. Называется «Университетская библиотека онлайн для преподавателя. Читаем, работаем, публикуем». Ну и послезавтрашний вебинар Галины Сартан – «Как проводить онлайн-тренинги». Впервые я пригласил в нашу Директ Академию практикующего тренера. И мы послушаем ее по поводу онлайн-тренингов, какие есть нюансы, какие секреты и так далее. Я думаю, будет интересный вебинар. Ну что ж, коллеги, а сейчас я больше не буду занимать ваше внимание. Да, хочу только отметить, что Юрий Николаевич в общедоступных ресурсах поместил свои презентации. Так что можете скачивать, кому интересна сегодняшняя тема. Ну, по поводу использования можете задать вопрос спикеру. Я передаю слово спикеру сегодняшнего вебинара Юрию Николаевичу Белоножкину. Добрый день, коллеги. Привет, Павел. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Сначала хочу действительно про презентацию упомянуть. Вот видите, такую инструкцию я подготовил. Если первое нажать на кнопочку вот здесь папки, то вы увидите содержание файлов. Второе, если вы хотите скачать презентацию, вы нажимаете по дискетке, а не по названию файла. И третье, вы можете вести переписку в общем чате, а вопросы лучше задавать по вкладочке «Вопросы», чтобы я их случайно не потерял. Хотя вы можете это делать там, где вам удобнее, вы можете параллельно что-то свое излагать в ходе нашей встречи. Мы всему будем рады. Итак, дорогие друзья, мы сегодня начинаем с вами то, о чем уже говорили немного раньше, про аватары в онлайн-педагогике. Надеюсь, мы уже спокойно относимся к этому термину «онлайн-педагогика». Хотя некоторые говорят, что такой теории не существует, но по факту мы преподаем и работаем в онлайн. Это особая среда, особая психология, особая экономика и управление. Поэтому мы применяем такой термин. Что такое аватары, мы поговорим. Те, которые не знают, узнают еще раз. Те, которые знают, углубят свои знания. И мы будем говорить о плоских, трехмерных аватарах, готовых актерах. Узнаем, какие бывают актеры. Итак, мы начинаем. Дорогие друзья, я бы хотел подчеркнуть, что мы уже не первый раз с вами встречаемся. Возможно, кто-то впервые, но многие меня уже хорошо знают. Мы часто говорили, и в принципе это банально, о том, что существует зависимость в онлайн-обучении, зависимость нашего внимания от посторонних, отвлекающих факторов. Любая реклама, любое событие может как снизить внимание и интерес, так и наоборот усилить внимание к тому, о чем мы обращаемся к нашим обучаниям, к нашим посетителям. Кстати, мы говорим не только об обучении, но и вообще об онлайн-заимодействии. Мы говорим сегодня, как обращаемся сегодня не только к тем, кто обучает, но и к тем, кто реализует некую продукцию в онлайн, решать какие-то иные задачи, например, работа приемной комиссии в онлайн или консультирование в онлайн. Все, что происходит в онлайн, мы рассматриваем с точки зрения привлечения внимания. Мы говорим о том, что, часто говорим, что нам нужны интерактивные средства обучения, и это тоже будет сегодня у нас активно обсуждаться. И мы говорим, что рост интереса непосредственно в организации рабочих процессов именно в сфере онлайн. Сегодняшние фокусы, сегодняшние центры внимания будут сконцентрированы на эмоциях, на виде аватарах, на управлении мотивацией. Подумайте, что тут для вас есть нового. Не думаю, что что-то новое есть, хотя вот именно видео аватары, это, наверное, для многих будет над бингой. Что не будет, я уже писал в фейсбуке и объявил сегодня, что не будет в этом вебинаре. Уважаемые коллеги, я не хочу и не буду никого рекламировать, в том числе и скрытно. Ни себя, ни какой-то продукт. Я не буду приглашать вас на какие-то платные курсы и услуги. Вы должны удивиться и сказать, а что же, для чего же тогда мы тут собрались? Зачем я трачу на это время? Уважаемые коллеги, у меня вполне прагматичная цель. Я хочу, с одной стороны, продемонстрировать возможности этих видео аватаров для создания нужных эмоций, повышению мотивации. Предложить вам бесплатно практически применить. Обращаю внимание, бесплатно практически применить в своей работе. Если тут что-то новое, решать вам. Но обязательно, кроме бесплатного сертификата, еще раз вы получите видео аватар, если вы, конечно, захотите. Начинаем их потихонечку здесь видеть. Но взамен мы будем рассчитывать на вашу активность и интерес к этой теме. Мы это рассчитываем. Но как она служится фактически, смотрите сами. Хорошо ли меня слышно? Звук может пропадать по двум причинам. Хорошо. По двум причинам. Первое, что-то с колонками. Второе, что-то с интернетом. Так уже поступает вопрос, в чем специфика психологии онлайн обучения. От Любови Вениаминовны. Я часто говорю о психологии при онлайн обучении. Специфика, уважаемые коллеги, если говорить очень кратко, заключается в том, что у нас или нет синхронного контакта. Это первая, самая главная специфика. Не всегда есть синхронный контакт. Вот сейчас в ходе вебинара он есть. А если есть такой контакт между участниками образовательного процесса, он опосредованно иной, нежели в реальной жизни. Например, на этой платформе я не вижу ваших глаз. Это уже специфика. Да, мы синхронно сидим, но психология совершенно иная. Вместо ваших глаз у меня приклеенный пингвинчик под объективом камеры, на которой я смотрю, помогает мне ощущать ваше присутствие, имитирует ваше присутствие. А вы не можете мне говорить в это время, только можете писать, пока специально не подключим устройство. Но это если коротко на вопрос специфики. По поводу получения сертификатов, не волнуйтесь, это Павел Юрьевич вам все обеспечит. Итак, это что нас ждет, конечно, если вы этого хотите. Как будет происходить? Вот сейчас я хочу начать с конца. Если кому-то будет интересно, сразу хочу сказать, как будет происходить использование этих бесплатных сервисов видеоаватаров. Мы можем с вами общаться по окончанию нашего вебинара или сразу можете заходить в эту группу под названием «Мой аватар». Вот я сейчас эту ссылочку на эту закрытую группу для всех, кто хочет научиться, посмотреть, попрактиковаться. Бесплатно могут записаться в эту группу. Это первый вариант взаимодействия. Второй, вы можете мне лично звонить по скальпу. Или написать «Белоножкин Юрий Николаевич». По телефону или по почте. Подумайте сами, что для вас удобнее. Итак, дорогие друзья, с чего же мы начнем? С тактики или стратегии? И то важно, и до этого. И вот мы, чтобы не мучиться, что важнее, мы давайте начнем с того, что посмотрим. Результаты опроса. Я еще раз покажу его на экране, те, кто не успел, которые я открывал до начала вебинара. Уважаемые коллеги, мы все с вами здесь присутствующие, в соответствии с темой нашего вебинара, делимся на две большие категории участников. Первая категория – это те, кто только эксплуатирует некий онлайн ресурс. Например, сотрудник библиотеки не может поменять служебный сайт или электронно-библиотечную систему. Он может только ее эксплуатировать, смотреть, давать какие-то права доступа, если он администратор этой системы. И все, ничего больше менять не может. Или сотрудник бухгалтерии, он работает со своими документами, он онлайн ресурсы не меняет, все закрыто. Или сотрудник любого подразделения, любой компании, который не имеет такой функции и таких возможностей что-то менять. Вторая группа участников, вы сейчас видите результаты на экране, это те, которые являются или авторами каких-то онлайн ресурсов, или разработчиками, или заказчиками. Надежда Николаевна, спасибо, что вы волнуетесь. Не пишите два раза отчество, когда регистрируетесь на вебинар. Наверное, в этом причина. Вот эта группа заказчиков, пользователей, разработчиков, авторов, как мы видим, она чуть-чуть поменьше сегодня, чем первая группа. Причем обратим внимание, что вот эти аватары, о которых мы сейчас будем говорить, могут размещаться как в онлайн курсах, так и на страницах сайтов, где происходит предоставление каких-то онлайн услуг. Или вы ведете свой блог, или даже, мы сейчас чуть попозже посмотрим, аватары могут рассылаться в электронных письмах, в рассылках, в почте. Это тоже интересно. То есть, вот у нас, грубо говоря, сейчас видна ситуация. Одни могут наблюдать, смотреть, но сами создать что-то, изменить на сайте непосредственно, не могут или не имеют такой функции. Хорошо. К этому вопросу мы еще вернемся. Но сделаем вывод, что те, которые запишутся или захотят записаться в группу мой аватар в фейсбуке или со мной работать, одни смогут что-то практически создавать, смогут видеть результаты, другие нет. Это не страшно. Вот те, которые ничего не имеют, ни сайтов, ни прав, не являются авторами, или пока не являются, они могут в этой закрытой нашей группе участвовать в роли аналитиков, консультантов. Вот это для нас важно. Идем дальше. И все-таки я думаю, что мы сейчас с вами начнем с тактики, с простейшего, а потом уже перейдем к стратегии. Итак, посмотрим такую ситуацию. Уважаемые коллеги, я начну пример, исходную ситуацию с учебной задачей. Но такая же ситуация может быть и в деловой задаче, в бизнесе. Итак, есть некий текст, который мы хотим предложить нашим обучаемым или нашим сотрудникам. И он скучный. Да, там может быть какая-то графика. Мы хотим активировать внимание к чтению этого текста. Мы знаем прекрасно, я об этом часто говорил, что внимание, особенно в социальных сетях, в различных социальных группах бесплатных, там же везде реклама. Внимание долго не живет. И даже если это у вас закрытый какой-то ресурс, какой-то электронный курс, и в нем есть сложный материал, например, с опроматом, или физик, или астрономик, как бы вы его не украшали, это текст графикой, какими-то анимациями и так далее, он может наскучить. И вот в этом случае, возможно, вот я показываю себя, будет такой применим аватар. Если по нему кликает пользователь, то что-то происходит. Происходит то, что этот аватар начинает говорить. Это исходная ситуация, когда мы с помощью аватара решаем задачу привлечения внимания к длинному сложному тексту. Вы скажете, хорошо, где этот сервис находится, что это такое. Я обещал не рекламировать, ничего не продавать. Но в этой презентации вы видите ссылку, вы можете скачать, вы можете сами посмотреть, что это такое. А сейчас я попробую продемонстрировать описание этого сервиса на экране. Скажите, пожалуйста, напишите мне в согласии, что вы видите мой экран, я демонстрирую описание этого сервиса. Отлично, спасибо. То есть я демонстрирую страничку, которая переведена гуглопереводчиком уже на русский язык. С помощью правой кнопки мыши перевести, это все умеют, наверное. Я уже перевожу. Сейчас мы посмотрим на описание возможностей. Спасибо, что отвечаете. Что же это за... Что-то такое вообще. Скажу сразу, что аналогов пока я не видел. Я спрашивал коллег нашей группе ProfiDog, кто, что видел подобное. Подобного нету. Уважаемые коллеги, не нашли аналогов. Что-то похожее было, но это совсем не то. Революционная платформа для повышения лидерства. То есть нас завлекают на покупку этого сервиса. Естественно, мы сразу не верим. И дальше мы видим описание, что можно размещать такие аватары на своих сайтах, блогах. Это повышает конверсию, повышает продажи и так далее. И тут некий человечек в этом ролике постоянно улыбается и что-то говорит. Пропускаем дальше, пропускаем, быстренько посмотрим, что за описание у этого продукта, которое я хочу вместе с вами осуществить. Посмотреть это описание. Они обещают увеличение конверсии активности. Это не всплывающие окна, никакие другие устаревшие тактики. Интересно. Позволяет взаимодействовать с аудиторией, то ли это учебная, то ли коммерческая, то ли деловая аудитория, используя пользовательский видеоролик, который вы можете настроить меньше, чем за минуту. Это правда. Я проверил. Действительно, там все быстро. Поэтому я предлагаю вам эти бесплатные возможности, чтобы вы сами тоже попробовали, без знания программирования. И раздавите своих конкурентов. Ну, Google переводчик, вы знаете, не идеально переводит. Вот эти вот аватарчики создает, можно создавать потрясающие 3D, 2D, говорящие по-человечески. Там действительно они говорят за секунды. Ну, вот это я проверил, вы можете посмотреть сами сегодня, тоже убедитесь. Удерживать внимание. Очень сложно не просто удержать внимание, пишут они, а еще выполнить действие. Захватил внимание. Для чего? Чтобы ты или купил, или дочитал лекцию до конца, или выполнил какое-то другое действие. Вот они это провозглашают. А мы с вами скептически смотрим и оцениваем. И вот они пишут про некие исследования. Ссылок никаких нет. Они, может быть, их придумали, а может быть, нет. Мы сейчас сами исследователи. Они здесь пишут мнение людей. Ну, вы знаете, как мнение пользователей можно легко придумать, сымитировать. Мнение хорошее. Мы их даже не пропускаем. Привлекает внимание, тут уже идет повтор. Вот это интересно. 47 разных голосов, акцентов. Да. И более 24 языков. Это правда, коллеги. Я вам хочу сказать, что иногда у нас нет никаких возможностей для создания вообще никакого видео. У нас нет ни камеры, ни микрофона, ни студии, как у меня вот сейчас самодельная студия. Так вот, может быть так, что вы или голос запишите, или вместо вас робот озвучит ваш текст. Какой текст? Это тоже интересно. Но технологию мы, тактику, с вами фиксируем. 24 языка, в том числе русский язык. Говорит без акцента хорошо. Да, вы можете использовать свое собственное видео. Вот я записываю свои ролики. Покажу вот сейчас я свой тренинговый центр. Так, это извините. Сейчас я перезагружу. Вот, вот, вот я сейчас обновлю страничку. Вот пример, когда я сам дома, в домашних условиях, на неком сайте разместил некий аватар, который что-то делает. Вот он, этот аватар. Вот я вот так сделал. Обратите внимание, он стоит на месте. Вот я ввожу его. В зафиксированном месте, где поставлю. Он может сидеть в этом углу, или в этом, или где угодно. Он стоит. То есть, это непростое видео. Это наложение некого видео. И его можно заставить говорить. Вы не слышите, что он говорит. Но он говорит. Он что-то рассказывает. Идем дальше по описанию этой технологии. Да, вы можете свое собственное видео. Или второй вариант, свой голос. Например, с любого компьютера. Да, там просят деньги. Только не пять баксов, Алексей Александрович. Мы сейчас посмотрим, там больше. Я вам предлагаю это бесплатно. Еще раз. Да, здесь. Здесь, Наталья Викторовна. Вы нашли. Правильно. И можно свой голос записать. И вашим голосом будут говорить эти аватары. Не вы. Аватары готовые. То ли 2D, то ли 3D, то ли профессиональные актеры. Вот такое описание, которое мы просто рассмотрели. Легко использовать. Дальше мы это пропускаем. Работает на любом устройстве, браузере. Правда. Проверил. Про мобильность не вижу. Где-то есть. На мобильных телефонах, смартфонах. Любой платформы. Работает. Да. Вот на любом устройстве. Вот такие вот аватары. Сейчас видео не буду запускать. Опять отзывы. То есть реклама космическая. Но хочется обратить внимание на что. Для интернет-маркетолога. Пожалуйста. Для онлайн-консультантов, которые что-то действуют. Тоже. Дальше. В социальных сетях. В социальных сетях. Не проверял. Ну тут не все социальные сети. Вот некоторые социальные сети. Ну раз пишут, то наверное работают. В магазине электронной коммерции. Вот это вот правда. Причем обратите внимание. Вот этот аватар. Находится не в углу. А вот именно. Он тоже работающий. Он находится именно там, где его решил разместить разработчик. Вот так вот. Посмотрите, как он работает. Вот он выходит. И что-то вещает. Я не буду сейчас озвучивать, что он говорит. Мы рассматриваем тактику. Небольшой или фундаментальный большой бизнес. Да. Если вы что-то продаете. Если вы блогер или автор. Это ближе к педагогам. Если вы являетесь аффилированным. Или маркетологом по каких-то особых условиях. И так далее. И так далее. Все. Это может быть применено. Дальше я не буду описывать, как это все. Не буду перечитывать эту длинную страницу. Мы главное услышали. Тут уже пошли повторы. Это. Тут они нахваливают. И вот стоимость этого 39 долларов. Вы можете приобрести спокойно. Причем обратим внимание. Вы не просто приобретаете. Вот это я с ними проверял. Это по-моему индосы все делают. Они действительно возвращают. Возвращают. Если вы передумали. Они возвращают вам ваши затраты. Я проверил. Как оплачивать. Это я говорю еще раз. Я не рекламирую. Моя задача не прорекламировать. Вот. 39 долларов. 2400 рублей. Вы можете сами приобрести. Так как это сделал я. Но это не главное. И это не цель нашего вебинара. Уважаемые друзья. Цель наша. Не просто что-то купить. А получить результат. Как делается результат. Вот я сейчас показываю на экране слайд. 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 Друзья. Вот на нем показан вот этот вот скрипт. Embed code. Те из вас, которые знают программирование, сразу поняли о чем речь. Которые не знают. Я скажу вам очень просто. Вот этот код вы или сами ставите в то место, где вы хотите, на вашем сайте, в вашем курсе или в вашем блоге. Или вы передаете этот скрипт, вот этот вот небольшой набор символов, букву, вы передаете вашему разработчику, программисту, он вставляет и у вас на сайте появится ваш аватар. Вот это пример, ради чего все это делается. Как только у вас такой скрипт будет в руках, вы получаете его от меня, если вы хотите получить, вы его получите, вот этот скрипт. Дальше сами или с помощью ваших помощников вставляете и он будет также работать. И получается вот такой результат. Вот я вставил скрипт и вот появился аватар. Человек, в данном случае я, не актер, не 2D, не 3D, а я сам себя записал и он работает. Результат, дорогие коллеги, очень высокий. Мы специально проводили эксперимент. Я это все в своей лекции, это моя лекция, мой текст, я это применил и мы смотрели, студентам нравится. Вот то, что мы сейчас видели в рекламе, это действительно психологически повлекает. Другое дело, стратегия, что он говорит, как он говорит, мы сейчас рассмотрим. Бесплатных ресурсов есть только у меня, Ольга Александровна, скрипт можете, Елена Анатольевна, взять у меня. Вот я вам послал. Как вставить в презентацию, спрашивает дорогая Лариса Петровна, я пока не знаю как. Если у вас презентация, вот кто знает Moodle, точнее, ну да, презентация в виде лекции, элемент лекции, вот туда я знаю как вставить. Студент в онлайн кликает по страницам, оно выскакивает. Как в Powerpoint, я пока не знаю, но мы такое ощущение, через несколько дней мы узнаем. И тогда презентация в режиме просмотра будет показывать этого говорящего человека. Кстати, там есть два режима, по треугольничку, а есть он запускается сам без всякого действия автоматически. Звук скрипучий, делайте не скрипучий. Скрип взять только сегодня? Нет. Вот дальше пошли уже тактические и технические вопросы. Как Moodle вставить, я покажу, не сейчас. Если у вас, Татьяна Александровна, есть права преподавателя, вы легко это сделаете. Я покажу отдельно, в нашей группе, те, которые хотят. Вот я группу создал, мой аватар, я покажу. Это не сложно. Алексей Александрович, повторяю, вы получите его от меня. От меня. Вы знаете мой телефон презентации, мой скайп, мою почту. Вы высылаете ваш ролик или ваш текст, или ваш файл с аудиозаписью. Ваш, я сейчас расскажу. Там должно быть небольшое, где-то 60 секунд. Я не помню, там не больше трех минут или сколько. Он длиннее не делает. Это не лекция. Это обратить внимание на что-то. Вы мне присылаете, я вам в ответ присылаю скрипт. Группу, 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 еще раз группу. Вот эта группа, дорогие друзья. Я говорю, где мы в фейсбуке вместе рассмотрим все технические тонкости. Их немного, но я не хочу сейчас тратить на это время. Это не всем надо. Вот такова у нас ситуация. Единственное, что я хочу, вот уже пошли ссылочки Куропова Елена, заявила другие коллеги. Единственное, я хочу показать на экранчике, вот видите, у него контур этого аватара не везде четкий. Вот здесь проблема со светом, с хромакеем. Я сейчас о ней тоже не хочу говорить. Но такая проблема есть. Я не хочу ее сейчас обсуждать. Но мы можем обсудить и ее, как создавать даже у себя дома, а не в дорогой студии, вот такие вот аватары. Да, можно в группе, можно по почте. Все мои данные указаны в этой презентации, дорогие друзья. Повторюсь, это пример моего контента, где я что-то решал. У вас могут быть другие задачи. Например, у вас информационно-справочная система библиотеки, и вы хотите обратить внимание посетителей на какую-то важную вещь. Да, там все написано, там все вот есть, но найти сразу как бы невозможно. И он, этот аватар, обращается к посетителям с какой-то центральной мыслью, без которой нельзя ее пропустить. Она вроде написана, а он еще раз говорит. Или говорит так, что забыть уже невозможно. Или вы что-то продаете, и он тоже говорит другой текст. Про скидки, про бонусы, про многолетний опыт. Говорит, глядя в глаза. Вот этот аватар завораживает. Он дает новый импульс. Теоретически. Практически мы сейчас с вами посмотрим подробнее. Это будет субподряд. Я не знаю, к чему вы клоните, Алексей Александрович. Я клоню к тому, что вы можете купить сами, без меня. Пожалуйста. Но сначала можете попробовать в нашей группе. Это ваше право. И научиться выработать не только нажимание кнопки, но и достижение практического результата. Все ясно. Ну, если ясно, то я рад. Ограничений по длительности говорения аватара есть. Это не лекция. Друзья, прошу не путать. У него есть ограничения. Ну, я рекомендую не больше 60 секунд. Не больше минуты. По-моему, там на память не больше где-то тоже вот. Где-то так вот. Сейчас забыл уже точно. Кажется минута. Хорошо. Хорошо, друзья. Купить не проблема. Получить результат. Вот в чем вопрос. О чем я говорю? Получить. Я сейчас делюсь опытом и предлагаю вместе попробовать увеличить свой результат. Значит, мы часто говорили о том, на наших прошлых вебинарах, от чего зависит успех преподавателя. И он не зависит от того, что он купил. Сначала на первом месте, что он хочет достичь. Педагогический замысел. Оценить, есть ли интерес. Выбрать оптимальную технологию. Вот мы сейчас только на третьем месте ее выбираем. Их не одна, их несколько. Одна из них вот эти аватары. Проблема применить. Вот зеленым применить и красным. То, что мы, возможно, сделаем с вами в этой группе. И у нас будет еще один вебинар. Поэтому провести анализ. Вот самое интересное. Не купить, а провести анализ. Осуществить выработку рекомендаций. Посмотреть на опыт друг друга. Вот это цена. Это то, чего редко делается. Что такое замысел, напоминаю. Это что получить. Вот у каждого своя задача. Может быть не педагогический, а управленческий. Если здесь сидят не педагоги, а чисто маркетологи, руководители частных компаний. А у них не педагогический. У них управленческий замысел. Что мы хотим получить. Какому сроку, какими средствами. Например, я хочу получить, чтобы читаемость, а я умею видеть читаемость, насколько прочитано, выросла по максимуму. Чтобы все читали то, что я им дал. Какому сроку? С первого раза. Не оттягивая, а вот сел и в дедлайн уложился. Прочитал то, что я от него хочу. Какими средствами? У меня нету больших средств. Я не могу нанять дорогих артистов, чтобы они мой контент исполнили так, как в Голливуде. У меня средства ограничены. У меня есть текст лекции. У меня есть какие-то там материалы, задачи, тесты. И у меня есть, к примеру, только одни аватары. Вот к примеру. У меня нету дорогой видеостудии. Есть только я. И мой помощник. К примеру. Вот мои средства. И я беру и решаю эту задачу. Вот здесь я написал вопрос, кто поможет. В нашем случае, вот наше сообщество может помочь. Неплатный консультант Юрий Николаевич. Нет. Какой-то там еще другой человек. А вот наше сообщество, мне кажется, может помочь. Следующая проблема. Что мы хотим достичь? Как оценить прирост? Сократили мы трудозатраты или нет? Повысились результаты или нет? Видит ли руководитель наши результаты? Мы не знаем. Мы предполагаем в нашем вебинаре, что мы вместе, в том числе мы сами, можем провести небольшой эксперимент. Так, у Дианы Константиновны, похоже, или код появился, помогает писать, или так. Вот вопрос от Евгении Юрьевны. Да, дорогая Евгения Юрьевна. И сюда можете вставить на этот сайт. Идем дальше. Спасибо за вопрос. На любой сайт. Так, цена решения. Цена решения в нашем случае мы видели цену решения. Пожалуйста, я не навязываю. Но для участников нашего вебинара цена решения бесплатно. Вот примерно такие нормативы по времени я прикидываю. Сколько это может быть в длительности. Так, это я сейчас пропускаю. Можно сделать публикацию, как научную публикацию, на различных сборниках. О сборниках. Но прежде чем мы поговорим про стратегию, я вам еще немного покажу. Покажу мой рабочий стол, как это работает практически. Друзья, я вам показываю сейчас, как я это делаю. У вас этого нет. Но представляете, как я это делаю. Вы мне будете присылать то, что я сейчас скажу. По публикации сборников посмотрите ссылочки на слайдах. Но все, что мы сейчас говорим, это может стать основанием для научной публикации. Если вы получите какой-то прирост, какое-то изменение в своей деятельности. То ли учебной, то ли управленческой, то ли коммерческой. Итак, друзья. Я сейчас показываю экран. Который сразу предлагает мне создать проект. Конечно, научный. Конечно, если вы решаете существующую задачу новыми средствами и получаете результат, это научный результат. Если в нем показана уникальность, актуальность, прирост некого результата, это наука. Или описание какого-то нового процесса, который ранее нигде не применялся. Или не применялся в этой задаче. Это все будет научный результат. Создать проект. Показываю, как работает пользователь. Это для вас информация, потому что это буду делать я вместо вас. Вы говорите, я хочу построить двухмерного аватара на своем сайте. Вот эти двухмерные аватары. Вот они вот так выглядят. Доктор, повар, работник, преподаватель, женский образ, мужской образ, бизнесмены. Или говорите, я хочу использовать 3D аватар. Новый год уже прошел, Дедушка Мороза. Вот этих у меня нету с золотой короной. Они дороже стоят. А вот эти аватары трехмерные вы можете выбрать. Говорите, я хочу такого. Или вы можете выбрать актера. Вот этого с короной у меня нет, а вот эти все есть. Что значит актер? Он будет, все эти аватары будут говорить то, что мы им скажем. То ли текст, то ли звуковой файл. Далее, вы говорите, мне нравится вот этот вот человек, небритый человек. Вот он выглядит так. Вы хотите, чтобы он озвучил ваш, я сейчас рассказываю еще раз технологию, озвучил ваш текст. Вы прислали мне аудио с видео или только аудиофайл на 50-60 секунд. Там ваш голос. Я его выбираю. Или вы мне присылаете ваш текст, готовый текст, который я перевожу, ну, выбираю русский язык. Так. Вставляю сюда какой-то текст ваш. И он, я могу прослушать, выбираю ему мужской голос, потому что там мужчина был. Выбираю следующий. И в итоге я создаю аватар. Дальше он может быть с кнопкой. Он может быть в почтовой рассылке или просто сам по себе поговорил и исчез. С кнопкой это значит, он, например, я там использовал аватар Путина, когда он просто стоит, молчит и возле него кнопка. Но он смотрит в глаза. Психологически завораживает. Да, можно и в фиолетовое, и в розовое. Он просто смотрит. А под ним подпись. Говорю, как чекист. Проверь свой чек-лист. Коллеги, вы не представляете, какое психологическое воздействие. Ты не понимаешь, что происходит. На тебя со страницы в уголочке смотрит В.В. Путин. Он молчит. Понимаете? Он молчит. Он просто смотрит. Слегка моргает глазами. Слегка покачивает головой. Так вот внимательно. И ты чувствуешь, что он с тобой. Хотя он молчит. И под ним надпись. Проверь свой чек-лист. То есть план твоих действий. Это я придумал. Я не говорю, что так надо делать всем. Я не знаю, имею я права на это или нет. Я нашел его хромакейный ролик. То есть он на зеленом фоне. Убрал зеленый фон, здесь ставил. И под ним кнопочка. Проверь свой чек-лист. На тебя смотрит президент Российской Федерации. Хотя он вполне... Колоссальное психологическое воздействие. Непередаваемое. Причем он может... Вот сейчас давайте посмотрим дальше настройки. Вот я здесь могу проверить чек-лист. Вот этот текст здесь любой. Тут какая-то ссылка. Тут свет и так далее. Он может повисеть какое-то время и исчезнуть. Может задержка. Я сейчас не буду это говорить. Идем дальше. Вот это интересно. Вот это интересно. Или он запустится автоматически. То есть без всякого треугольничка. Загрузилась страничка приемной комиссии. И сразу появился председатель приемной комиссии. И уже говорит. Не надо нажимать. Это один вариант. Если убираем, то появляется треугольничек. Кнешь по нему. Он заговорит. Закрыть после воспроизведения. То есть аватар проговорил. Мы рады вас видеть. Это самый замечательный проект, который вообще может быть. И так далее. То есть это уже психология текста. Я сейчас пропускаю. Он сказал и закрылся. Другой вариант. Пока он говорит, все остальное затемнено. То есть таким полумраком закрыто. И ты хочешь не хочешь его слушай. Да, это коротко. Это не видеофильм. Это какое-то короткое, импульсивное, эмоциональное обращение. И оно отрабатывает и загружается. Можно показать кнопку убрать звук. То есть вышла какая-то симпатичная девочка. Ты просто хочешь на нее смотреть. Или мальчик. Что он говорит неинтересно. Или не нужно. Ты просто смотришь, как он выглядит. Как он себя ведет. Можно включить кнопку мута. Выключить звук. Можно включить, это перевод, не обращайте внимания, в Google. Можно сделать так, что он появляется только один раз. Сами понимаете, навязывание имеет отрицательный эффект. Если каждый раз одно и то же, вот он грузится. А тут можно выставить один раз. Сказал что-то главное и ушел. Не надо навязывать. Это все выбирается один раз. Далее можно поставить запустить немедленно. Или по таймеру. И с какое-то время. И последний очень важный психологический элемент. При выходе. Рекламщики хорошо знают, что это такое. Это когда пользователь страницы пытается закрыть страницу. Уйти с нее. Вот тут-то и срабатывает действие. Не успел подвести крестику, закрыть страницу или вкладку. Как тут же появляется образ. Не спешите уходить. У нас действует какая-то акция. Наш коллектив долго ее готовил именно для вас. То есть я уже как рекламщик говорю, посмотрел, как они работают. Понимаете? Это тоже ценно. Это инвариантно. Это не обязательно. Это все можно выбирать. И когда. Да, еще тут можно ввести ролик из Ютьюба. Или Вимео. Проговорил ваш персонаж, что-то рассказал. И когда он закончил, вместо него появляется в уголочке ролик. Например, описание какого-то процесса, какого-то продукта. Здравствуйте, Ирина Александровна. Я вас помню в отличие от ролика. Да, у ролика действительно, коллеги, правильно пишут. Другая функция. Это экран. Можно вернуть весь экран. Там есть перемотка. Что там еще есть. А можно его скачать. Здесь такого нет. Это краткосрочный какой-то субъект или аватар, образ. В виде 2D, 3D. Какого-то актера или вашего сотрудника, или вас лично. И он что-то информирует. Да, да, да. Совершенно верно. Так, какой еще вопрос. Так, какова стоимость? Я уже сказал тут сертификат. Так, это не мое. Идем дальше. И все. И создается ролик. Ну, у меня там, вот он создается быстро. Там одно слово привет, если вы помните. И он вот так вот создается. Но мы говорим о том, что я вот этот скрипт беру, копирую и посылаю вам, дорогие коллеги. Вот участники нашего вебинара, еще раз говорю, присылают мне или готовый текст, или свой фильм готовый на зеленом фоне. Мы это сейчас не останавливаемся, но это должен быть только зеленый или только синий фон. так, и что еще говорят, если это они хотят 2D, 3D чужого, там они говорят, какого, сообщают настройки, и все. И вот этот скрипт вы бесплатно вставляете туда, куда хотите. Хороший вопрос от Владимира Олеговича. Можно своего персонажа в качестве аватара использовать? Дорогие друзья, я сейчас покажу мои проекты, и это будет ответом на вопрос уважаемого Владимира Олеговича. Вот это вот те аватары, которые были у меня. Ну, было летом жарко в Сочи, поэтому я сидел в шоках, извините. Один из этих аватаров, вот тут разные аватары, вот этот Владимир Владимирович, вот он. И здесь, это мои проекты, тут будут и ваши, тут и Дед Морозики. И один из аватаров, что-то я его не вижу, как раз из Кавказской пленницы, свой персонаж, что-то я его не вижу. А, я, наверное, его переделал. Дорогие друзья, вы можете свой персонаж использовать. Например, вы находите какого-то дракона, чудовища или красавицу. Ну, я подскажу, как это делать, я пока сам саму идею подскажу. И вставляете этот аватар в виде дракона, в виде чудовища или в виде красавицы там, где хотите. Можно. Этот скрипт может быть как на главной странице, как в отдельном разделе, там, как на всем сайте или где-то на каких-то частях сайта. Там, где вы хотите, это технически возможно. Я просто не рассказываю, как это делать. Вы можете прислать аудиозаписи, текст. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что... Да, 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 да. Я готов всем участникам вебинара, как это я и обещал, подарить один бесплатный аватар для вас, для работы. Один. Ну, конечно, вы можете его сделать плохим сразу, и мне потребуется с вами его переделывать, но я согласен вам помочь, чтобы он был у вас хороший, работающий, эффектный. Один. Для моих друзей из клиентов DreamStady Павла Слесарева я готов сделать до трех. Три аватара бесплатно. Больше у меня сил не хватит. Но я хочу, чтобы он работал. Хотите в фиолетовой кофточке, хотите он будет в форме хирурга. Кого хотите, выберите и создадите себе работающего, который бьет куда надо по эмоциям. До трех для клиентов DreamStady бесплатно. DreamStady. Есть такая компания Павла Слесарева. Пожалуйста, используйте. Эффект будет. Продолжаем смотреть нашу презентацию. Надеюсь, вы поняли. Теперь давайте вернемся к стратегии. И рассмотрим стратегию по трем уровням. От чего и каким образом возникают эмоции у нас в голове. Сейчас скажу, Алексей Александрович. Скорее всего в группе я дам ответы, дам вам макеты. В группе сейчас не буду отвлекать. Это не всем интересно. А вот в группе у нас я вам дам макеты. Выбирайте, какие хотите. Как эмоции влияют на принятие решения. Это очень важно. Вы даже сейчас видите, что я играю. Я пытаюсь манипулировать. Я улыбаюсь. Я рассказываю какие-то истории. Я вызываю у вас эмоции, чтобы побудить какому-то действию. Это все стратегия. И она должна быть. Но какая? Ну и какова стоимость этого процесса? Давайте посмотрим. Вот здесь я показываю некий черный ящик, на котором почти ничего не видно. Но в презентации эту картинку вы видите. Она очень хорошо видна. Я не буду сейчас ее вам пытаться перечитывать. Там текст мелкий. Но вот то, что в мозг через нейроны, через синапсы поступает большинство информации через глаза, мы уже и так знаем, а эта картинка еще раз доказывает, и через уши. И когда мы видим текст, просто текст это хорошо, это гениальный текст может быть, но мы знаем, что в обучении, в рекламе текст это мало, мы начинаем использовать некие визуальные и слуховые образы. Вот к чему я клоню. К чему побуждаю, что мозгу, вот этот визуально-слуховой образ и внешний образ, он имеет колоссальное значение. То ли я в галстуке, то ли без, то ли это розовая кофточка, то ли это костюм хирурга, одежда хирурга и так далее. Да, и это Елена Анатольевна не просто один раз увидит, это увидел и вызвал действие с первого раза. Какое-то... Я все заявки приму, неважно, какие у вас там клички или имена, все, кто придет, все приму. И вот здесь еще один элемент, как мозг хранит информацию, вот здесь вот вы потом посмотрите, особенно те, которые пишут научные публикации по педагогике и психологии, в том числе онлайн обучения, посмотрите без меня. Вот здесь вот элемент эмоции. Эмоции помогают хранить, запоминать информацию лучше. Причем неважно, какого они позитивного или негативного. Ученые и практики знают, что даже и негативные эмоции тоже заставляют запоминать информацию. Это из области анализа и стратегии. Еще один интересный слайд, дорогие друзья. Те, кто работает в бизнесе. А еще уже B2B. Бизнес с бизнесом. Так вот, ценность принятия решения на этой инфографике показывает, что эмоции значат гораздо больше, чем логика и обоснование. Вы не поверите, друзья, вы можете приводить факты, убедительно все излагать, но эмоционально не идет, не воспринимается. И наоборот, вы можете столкнуться со случаем, когда абсолютно необоснованный, логически непродуманный поступок или событие, или информация воспринимается на веру, потому что оно эмоционально. Ну, как это передать? Вот мы и говорим, что вот эти вот нас нет, мы спим, а наш образ, наш аватар работает, вызывает эмоции. Вот об этом мы и говорим. Как о стратегическом, как глубинном психологическом явлении, которое нас интересует. Гормоны счастья. Это все не моя графика, я ее не присваиваю, я просто ее подобрал. Я составитель. Из аргументов и фактов вы найдете источник презентации, где лежит. И вот здесь расписаны гормоны счастья. И эндорфины, и так далее. Плохо вижу. Сделаю на другой экран, покрупней. Дофамин. Окситоцин. Я не врач. Мне эти названия быстро забываются, и это не моя сфера. Сиротонит. Но я недавно был у невролога одного, кандидата наук. Мне нужно был один вопрос решить не со мной, но я присутствовал. Это было связано с моей профессиональной задачей. И вот эти термины употреблял в сфере управления сном. Сомнолог, невролог, сомнолог. И вот они, она все это... Вот у психологов, у врачей, у психиатров, вот это все работает. И мы также обращаем на это внимание, для тех, особенно, кто занимается наукой, как это может быть обосновано, применение этих видеоаватаров. Далее, из области стратегий. Есть такая всемирно известная компания Pixar. Недавно я с женой ходил на мультфильм, вот захотелось посмотреть хороший мультфильм. Pixar это всемирно известная видеокомпания, которая создает прекрасные сценарии, прекрасных исполняет и прекрасных продает. Так вот, сам момент психологии, вот он вот так вот, ощущение чистого счастья, уже с первых титров, дорогие друзья, вот зашел на сайт, и уже тебя радует. Уже возникает ощущение счастья. Перекор у нас по времени, через две минуты, мы час обычно проводим вебинар. Запись будет. Далее. Эмоциональная завязка крайне негативная, какая-то проблема у главного героя. Потом какие-то действия, конфликты, и вот все. И в конце я обожаю этот фильм, и как жалко, что это закончилось. Это все образное, психологическое, структурированное понимание эмоций. Так вот, друзья, мы в группе, я постараюсь, по крайней мере, это сделать, мы в группе попробуем вот этот сценарный момент в речи отработать. Это стратегически важно. Не просто написать, у нас принято правило сдавать книжки вовремя. Это не будет работать. Как бы в этом кофточку не меняли, еще что-то, должен быть такой сценарий, после которого мороз по коже пойдет, и за эти несчастные 30-40 секунд появится не просто ощущение, эмоция, а эмоция, переходящая в действие. Вот это стратегически важно и важнее, чем потратить эти доллары на покупку этого сервиса. Я вам говорю об этом искренне, друзья. Это важнее, чем сам сервис видеопалап. И мы это с вами попробуем сделать. Бесплатно на одном аватаре. Еще один слайд, который тоже не я создал. Я просто его подобрал. Дорогие коллеги, чтобы убедить людей, свойства продукта и его рациональность, это тот же самый тезис, находятся по уровню и по важности ниже, чем эмоциональное преимущество и понимание ценностей. Сначала мы должны понять ценности, что хочет, а потом вызвать эмоции у этой аудитории. И тогда они могут что-то рационально воспринимать. Это тоже из области стратегии, дорогие друзья. Еще один слайд, который относится. Это институт практикующих маркетологов. Это чистый маркетинг. Оказывается, эмоциональный процент влияния эмоций носит больше влияния, чем рациональный аспект при продажах. Рациональное не работает так, как эмоциональное. Один и тот же тезис, но из разных источников, показывает нам важность того, что нам важно для стратегии. Еще один слайд, в котором я использую слайд пирамиды мотивации, в котором, смотрите, знакомое масло, потребности, чуть-чуть модифицировано, но она хорошо громово структурирует. Потребность – это с одной стороны осознание необходимости, с другой стороны – это всегда рационалии. Это на уровне выживания. Простейшие, самые низменные потребности, низшие потребности, не низменные, а низшие. База, без чего жить нельзя, они структурированы у нее так. Это надо, но нужно действовать рационально. Дальше возникает желание у нее. Что я могу, и что мне вызывает эмоции. Вот тут уже интересные ограничения. Иногда эмоции вызывают большее значение, чем понимание наших возможностей. У меня возможностей нет, но эмоционально меня это трогает. Я на это иду. Спасибо, что воспринимаете этот. Вот еще один слайд, в котором я уже не буду показывать. Это тем, кто будет заниматься этим процессом создания аватара, которые стимулируют на изучение. Здесь тоже структурирование, кто, что за продукт, как использовать, и вот этот эмоциональный уровень. Тоже расписан хорошо. А вот в реальности, коллеги, у нас не только с аватарами, педагогического четкого замысла нет. Мы прирост интереса не можем провести, практику не можем, но вот сейчас мы хотим это сделать. Я вас призываю, давайте сделаем. Это не страшно, это бесплатно. Мы не используем, давайте поиспользуем. Коммерческое применение неизвестно, давайте пусть оно будет известно. То, что писали в рекламе эти разработчики, они хорошо, там трехкратное увеличение. Давайте попробуем, посмотрим. Практические предложения. От меня. Давайте каждый, пусть, примет педагогическое решение, что я по своему курсу, по математике, или вот нечаиво по иностранному, хочу попробовать, посмотреть на реакцию, какую-то тему, или какой-то раздел, или тестирование, я хочу его применить. Кстати, кто-то работает в Moodle, или в другой СДУ, там есть условное событие. Если так, то появляется это. Если не так, то появляется другое. Например, прошел тест, на пятерку появляется один аватар, получил двойку, появляется другой. Он по-разному ведет себя. Не просто пишет оценка, там, два балла из пяти, а еще и говорит, что-то говорит. Это в Moodle легко, можно ставить такое событие. Подготовить материал от вас, то ли текст, то ли голос, то ли ролик, не буду повторять. Получить скрипт, я вам вышлю, индивидуально вам, посмотреть на результат, и призываю вас поделиться опытом, 13 февраля, в это же время, в 12 часов, мы встречаемся с вами, в этом вебинаре. И если вы даете согласие, на публикацию, своего отзыва, мы его озвучим. Не хотите, это дело ваше. Вот теперь, как измерять эмоции, подумайте как. Ну, например, можно провести простой опрос среди студентов курса, или попросить написать их мнение. Я это проводил в виде описания мнений. Студенты просто вот, кто их прет, они в восторге, они пишут. Это тоже результат. Вот я измерил, в текст он в виде, или опрос. Как вы будете, я не знаю. Вы решайте сами. Что это дает? Ну, уже понятно, что это дает, сколько стоит. Тут же вы знаете, расценки, для нашего случая, это бесплатный эксперимент. Я теперь готов всех наградить аватаром, тут все активные, все получат по одному аватару, а DreamStady клиенты получат три аватара бесплатно. Далее, вопросы, какие были, я уже ответил. И я, увеличение процента регистрации, как маркет. Да, Наталья Константиновна. Я успел в течение вот этого часа ответить на все ваши вопросы. удобно страницу, да. Начните мой совет в том месте, которое вызывает у вас больше всего опасений. Где вы знаете, чувствуете, что там скучно, там плохо понимают. И попробуйте там поиграть. Вот это вот интересно. Попробуйте поиграть. Еще вы можете купить, а потом вернуть эти деньги обратно, у вас все пропадет. От меня вы получите вот так вот бесплатно. Так, ну и в заключении я хочу запустить ролик. А вот этот ролик, который сделал я, и в котором я пытаюсь применять этот сценарный подход. Возможно, вы видели этот мой ролик. Куда присылать запрос на Аладдар? По почте, по скайпу или в группе? Мне лично запрос. Да, по ориентации. Очень хороший пример Виктор Степанович. Берите повара, берите медика, берите там строителя или создавайте своего. Да, в DreamStuddy можно. Пожалуйста, друзья, пожалуйста. Так, по-моему, этот ролик тормозит. Ты хорошо любите его? Я очень рад, дорогие друзья, что вам понравилось. Я хочу, чтобы каждый из вас ощутил эффект. Что будет с этим эффектом, когда вы захотите больше? Давайте обсудим 13-го числа. По-моему, у нас есть решение экономически и педагогически мы посмотрим, как она была полезной реликой. Я сейчас не хочу его озвучить. Мы посмотрим 13-го числа. Лариса Анатольевна рада вас видеть. Хочу, чтобы у вас по форсайтам, по вашим методикам что-то тоже появилось такое эдакое завлекательное. я от вас тоже под впечатлением, дорогие друзья. Ваши вопросы, ваша реакция. Ссылку на аватары. Наталья Викторовна, я дам ссылку в группе. Сейчас не буду вот в этой группе. Я размещу все необходимое. Теперь вся переписка и все тактические, технические, методические, психологические вопросы продолжаем обсуждать там, вот в этой закрытой группе. Так, это был вопрос Наталья Викторовна. Да, вот хорошее слово, прикольно. Друзья, давайте ловить халь, давайте пользоваться вот этими средствами, которые есть в нашем распоряжении. приходите к нам 13 февраля. Павел Юрьевич, я вроде бы закончил. Прерывается звук. Да, понял. Юрий Николаевич, спасибо большое за сегодняшний вебинар. Благодарю вас и всех, кто принял активное участие в вебинаре. Я надеюсь, что все вопросы вы, Юрий Николаевич, задали. Если нет, то вы знаете, где его найти в группе «Профи.До» в Фейсбуке. Ну, я завершаю наш сегодняшний вебинар. Еще раз всех благодарю и напоминаю, что вебинары Директ-Академии проводятся практически каждый день в 12 часов. Приходите на наши вебинары и увидите много интересного, узнаете много нового. Юрий Николаевич, коллеги, до свидания. До свидания, дорогие друзья. До свидания.